Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь. Кому интересны игровые прохождения летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну а мы продолжаем. Сегодня у нас очень важный матч, это два матча в Лиге Европы, причем это полуфинала уже, против Ромы. Вроде как соперник равный для нас попался, но в финале нас может поджидать ПСЖ. Они тоже играют свои полуфиналы, так что будет все оттуда и зависеть. Ну и также в чемпионате мы играем против второй и третьей строчки, против Тоттенхема и Манчестер Сити. Давайте сразу же будем переходить, не будем тянуть время. Посмотрим на наш состав, кто у нас выйдет, кто не выйдет. Ну вот сразу же потеря, вместо Шмехеля будет Вард у нас на позиции Ватария. Ну и будем играть мы в два нападающие, Лаутар Мартинес и Варди готовы. Ну и состав Тоттенхема на ваших экранах. Анана, который, кстати, переходит с следующего сезона к нам. Сегодня основной галкипер Тоттенхема, не знаю почему Лерис вообще на скамейке резервистов. Ну и Гуаин, только вот все из таких прям новичков. Больше я никого заметить не могу. Харикей на скамейке запасных, поэтому, если что, наверное, выйдет. Поможет своей команде Лестер против Тоттенхема. Поехали. Итак, King Power Stadium, Лестер Сити против Тоттенхема. Тоттенхем, если я не ошибаюсь, я сейчас посмотрел на второй строчке идут. Мы идем на седьмой. У нас немножечко все плоховато в этом сезоне в английской премьер-лиге. Наверное, все связано из-за каких-то там неудач, которые вот у нас были, что не везло на поле. Иногда просто из-за того, что не тот уровень игроков был у нас. Вот, вроде как мы собрали нужный теперь уровень для нас. Поэтому все теперь будет зависеть только от нас самих. Но уже, скорее всего, в следующем сезоне мы будем стараться. Ну и в этом тоже, как видите, под мой спич, Лаутаро Мартинес забивает. Будем стараться сначала с следующего сезона, потому что у нас задача выиграть Лигу Чемпионов. Ну и тоже не надо упасть в грязь лицом в чемпионате. Ну а пока что вот замечательно. Рикардо Перейро переводит на, если не ошибаюсь, на Гигита Мундер. И Лаутаро Мартинес вколотил мяч в ворота нашего будущего одноклубника Анана. Вот, как здесь вытащил. Хороший плотный удар от Джейми Мэдисона. Лаутаро Мартинес в дубль. Тридцатая минута, ну все. Эту машину уже не остановить. Мартинес у нас, я надеюсь, адаптировался теперь полностью. Молодец. Хорошие моменты забивает, реализовывает. Этот матч. Вроде как, пока что моментов у Тоттенхэма у наших ворот не возникает. А Лаутаро Мартинес забивает х-3. Я не понимаю, что сейчас случилось с обороной Тоттенхэма. Может быть, действительно, уже Анана просто переехал к нам. Но играет за Тоттенхэм еще. Ну, другого объяснения я сказать не могу. Точно не матч Ананы, как мы видим. Вроде 1-2 спасения было у него. Именно по моментам и все. Остальные все в минусе. Вот на Лаутаро Мартинесе решили в конце первого тайма поставить плотную опеку. Но он уже забил свой х-3. А вот такой момент. И вышел Сон Хин Мин. И забил. 71-я минута. 3-1. Ну и ворота Варда все-таки распечатали. Ундер. А Ундер-то какой забивает голешник-то с такого угла. Я думаю, сейчас просто его встретят. Но нет. 78-я минута. На пропущенный гол от Сон Хин Мина. Ундер отвечает своим. Буквально через пару минут. Варда еще записана свой счет голевого передача. Здесь вообще никто не встречал. Ну все. От штанги аккуратненько катнул. 4-1. Лестер снова забивает свою фирменную четверочку. Финальный свисток. Разгром Лестер-Сити на Тоттенхэм. 4-1. Хэт-трик Лаутара Мартинеса. И гол Ундера. Нам приносят домашнюю победу. Ребята молодцы. Ну и лучшим игроком, соответственно, Лаутар Мартинес. 8-5. У него оценка. Итак, после 35-го тура мы все так же на седьмой строчке. Ну вот сейчас после как раз вот этой потери очков от Тоттенхэма. Кстати, они скорее всего на третьей строчке были. Раз они и остались. Манчестер-Сити поднимается второй на первую. И сейчас мы будем противостоять. Но уже после игры в Лиге Европы с Ромой будем противостоять к первому месту английской премьер-лиги. Итак, у нас сообщение по моей команде. Давайте посмотрим. Так, я не знаю, здесь еще по возрасту у нас вроде как все стоит. Варди хотят купить в Эвертон за 15 миллионов. Но он вроде так и стоит. Но я пока что буду отклонять такие предложения. Потому что, ну в плане, а зачем? Пока что у Варди рейтинг 85 хороший. Может быть... Ну этот сезон уж точно пусть доиграет. Он и доиграет по сути дела. Ну а в следующем сезоне, если мы соберемся его продавать, нужно найти хорошую замену. Лаутар Мартинес вроде как начал показывать, что может заменить Варди. Вот как-то так. Может быть полгода еще следующий Варди в Лестере отыграет. Так что ничего пока что по этому поводу такого серьезного сказать не могу. Давайте посмотрим на наш состав. Будем играть в одного нападающего. Лаутар Мартинес. Абсолютно, я надеюсь, заслуженно. Мы его сейчас заменим. Вот Барнс. Так сказать, его замену выйдет. Ну и Мэдисон будет пытаться ассистировать на Джейми Варди с капитанской повязкой. Состав Рома на ваших экранах. Хибанос, Манчини, Кумбула, кстати, впервые его такого вижу. Вериту, Гонсалес, наверное, центральный полузащитник с Пинацолом. Хитарян, Пасторо, Дзаньола и Борха Майораль. На скамейке запасных есть Пау Лопес, Фацио, Крис Моллинг, Бруно Перес, Крестанте, Пелегрини и Педро. Ну и все. Состав более-менее такой боевой, как и у нас, так и у Ромы. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер-Сити против Ромы. Первый полфинал Лиги Европы этого сезона. Поехали. Так, ну вроде неплохо. Регелон, подача. Здесь там Хитарян еще был. Много было опасных игроков. И сейчас даже нет. Все-таки мы пропускаем. Рома свой момент реализовал, а Борха Майораль смог открыть сегодня счет, хотя, ну не по игре. Мы быстрее, мне кажется, наиграли на этот гол и больше заслуживали, но это футбол. Здесь нужно доказывать делом, а не статистикой. И все, заканчивается матч. И у нас домашнее поражение от Ромы. Теперь нам обязательно нужно забивать в Италии как минимум один мяч. Как я и говорю, не по статистике все. Пять ударов было у нас, четыре в створ, ну и два удара, два в створ у Ромы. Пассажир вынесли Валенцию в первом матче у себя дома со счетом 3-0. Поэтому мы готовимся уже и к ответной игре с Ромой. Будем потихоньку готовиться к игре против Пассажир. Здесь все-таки обыграем Рому. Так, ежемесячный отчет. В сборном месте попали Ундер и Лаутара Мартинес. Мэдисон теперь у нас получает новую роль плеймейкер. Мэдисон единичку крейтинга добавил, как и Барнс, как и Кастагне. Ну, а остальные это молодежка. Ну что ж, сейчас у нас игра против Манчестер-Сити. Посмотрим, кто у нас. У нас-то все вроде как готовы. Даже Саюнсу готов выпустить вместо Канате. Почему бы и нет дать шанса отдохнуть. Тем более дальше у нас очень важная игра против Ромы уже будет. Вот таким составом мы выходим с двумя нападающими. Скорее всего, если ничего там не изменится, я буду играть в два нападающих против Ромы. Потому что нам обязательно нужно забивать. И все. Манчестер-Сити против Лестера. Поехали. Итак, эти хат-стадио Манчестер-Сити принимает Лестер-Сити. Если я не ошибаюсь, но мы обыгрывали Манчестер-Сити. Не помню, с каким счетом, но это было в Кубке Англии. Может быть, мы проиграли там минимально как-то в английской премьер-лиге. Вот ответ на игра. Нулевая ничья против первой строчки на выезде. Не знаю, по игре, не по игре. Поддавили мы их. Во втором тайме уже начали бить. Нам просто не повезло. Ромиров не стал лучшим игроком матча. Но главное, чтобы сейчас у нас это сильно ничто там не повлияло. Но мы все так же на 7 строчке. 10 очков до Манчестера Юнайтеда. Из-за этого Сити, из-за этой ничьи, им только от этого хуже. Они потеряли первое место. Итак, ответ на игра против Ромы. Последний матч в сегодняшнем, в принципе, выпуске. Ну и, может быть, это наша последняя игра в Лиге Европы. Кто знает, мы будем играть в два нападающих. Хотел бы я очень Саюнцу и Гомеса, но Саюнцу немножечко там подустал. Может быть, рискну. Но выпиши именно его. Ну и все. Местами Варди с Лаутаром Мартинесом бы поменял. Не знаю, просто какое-нибудь такое чутье у меня появилось. И Мэдисона бы пока что не стал бы выпускать. Выйдет пусть Барнс. Если что, Мэдисон поможет. Там уже у меня все в атаку побегут. Поэтому Рома против Лестера. Поехали. Итак, стадион Олимпийский в городе Риме. Рома принимает Лестер-Сити. И мы сразу же идем в атаку. Естественно, Рома в оборону сразу садится. Хотя бы не все в оборону, как в прошлом матче. Нам нужно обязательно забивать сегодня. Мы один пропустили дома. Это очень плохо. Так, а вот это что? Это пенальти или штрафной? Арбитр показывает на точку. Это скорее всего пенальти. Сейчас еще раз посмотрим. И да, действительно, пенальти мы зарабатываем замечательно. Пенальти, естественно, пойдет бить Джейми Варди. Я в тебя просто верю. Джейми Варди против Пау Лопеса. Удар и гол. Джейми Варди забивает на выезде с пенальти. Для нас все супер. Мы сравняли счет, но нужно нам забивать еще. Потому что у Рома уже не будет возможности забить на выезде. А у нас еще есть и время, и возможности. Но кто скажет, что липовые пенальти, неправда. На Рикардо Перерри прям сфалили. Пау Лопес здесь еще так и выбежал. Но отразить удар все равно не получилось. Будем играть от нейтралочки. Все. Нам не надо сильно силы нашего тратить. Поэтому аккуратненько играем в свой же той привычный футбол, который играли во второй половине сезона. И все, да, финальный свисток. Сейчас будет серия пенальти. Как я не люблю сейчас серию пенальти, тем более против искусственного интеллекта. Я, пожалуй, оставил все так. Смотрите, у них-то и бить-то некому. Там Вериту 87 бьет седьмым. Поэтому мы запомним, что Вериту только хорошо бьет. Итак, Эдин Джекко. Отлично! Шмехель. Не зря я все-таки на стримах про чемпионат Европы 2020 года очень часто играл серию пенальти. Вот, может, научился. Надеюсь. Барнс. Сильноватый, наверное, сейчас пробил. А он забивает. Не зря Варди у нас тоже забил в игре. Сейчас посмотрим, что будет здесь. Спиноцоло. Нет, а вот здесь развел. Спиноцоло. Я думал прыгать вправо и по голове смотрел, но... Как-то не рискнул. Ундер. Что-то, мне кажется, что не забьет сейчас. А нет, забивает. Тоже разводит. Отлично. 2-1. Мы молодцы пока что. Педро. Да, снова они туда же бьют подряд. Что мне казалось, что не забьет. Варди. Варди подходит к мячу. Он уже сегодня забивал. Ну, Варди, сейчас просто все на тебе. Отлично. Варди забил 2 из 2 сегодня. Так, Перес. Надо не дать пробить Вериту. Шмехель. Все-таки он прыгнул в этот угол и угадал. И все. Решающий пенальти сейчас Лаутаро Мартинес. Кто, как не ты, должен был сейчас забивать Лаутаро? Нет, Лаутаро не забивает. Шансы у Ромы еще есть. Но если мы сейчас вот отбиваем, к мячу подходит Борфа Майораль, который нам забил дома. Все. Шмехель выводит Лестер в финал Лиги Европы. Три спасенных вытащенных пенальти. Не забитый гол Лаутаро Мартинеса в послематчевой серии пенальти. Гол в основное время тоже с пенальти от Джейми Варди. И мы в финале Лиги Европы. Скорее всего, будем играть, естественно, против ПСЖ. Ну, и здесь просто все было за нас. Мы давили. Мы не боялись. Мы молодцы. Три-два по серии пенальти. Ребята, молодцы. Ну что же. ПСЖ во втором матче. Минимально, правда, на выезде обыграла Валенсию с счетом 1-0. И мы будем играть в финале против ПСЖ. Совсем недавно я только в карьере за Зенит. В финале Лиги чемпионов проиграл ПСЖ со счетом 1-0. Здесь уже в Лиге Европы нам встречается снова же ПСЖ. Так, нам приходит сообщение. Офис главного тренера. Травмирован Рикардо Перейра. Выздоровеет он только в мае. Воспаление мышц у него. Работу нам предложили в Уолверхэмптоне. И суперлидер у нас роль получает Тилиманс. Так, предложение. Уолверхэмптон. Я не знаю, они повыше или пониже у нас находятся. Наверное, пониже все-таки. Да, на 10-й строчке. Ну, а так все. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. На следующем, скорее всего, будет финал сезона. Игра против Лидса. Финал против Манчестерина в Кубке Англии. Финал против ПСЖ в Лиге Европы. И финальная игра против Кристалл Пелоса в чемпионате. Ну и все. А там Олд Бойс. Но мы в эти матчи не играем. Поэтому следующий выпуск у нас станет финальным. Именно в этом сезоне. Будем готовиться уже потом к следующему. Так что, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, а с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok